Здравствуйте! В эфире Финтаймс и Карбарен в студии Медина Гурбанова. В сегодняшнем выпуске мы обсудим вопросы, связанные с зеленым финансированием, влияние конфликтов на мировую экономику и другие актуальные темы дня. В Карабахе и восточном Зангизуре будет построено 28 гидроэлектростанций. Об этом говорится в Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов, которую накануне утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Согласно документу, рассчитанному на 2024-2040 годы, рациональное использование водных ресурсов и гидроэнергетического потенциала Карабахского и восточно-зангизурского экономических районов будет обеспечено благодаря внедрению систем умного водоснабжения. Намечено оценить возможности медицинского, прибрежного и водного туризма. Дальнейшее улучшение снабжения населения питьевой водой, удовлетворение потребностей в выросительной воде для сельскохозяйственных площадей и эффективное использование водных ресурсов позволят осуществить межбассейновую переброску воды. Таким образом, более 300 тысяч гектаров земель в указанных экономических районах будут обеспечены оросительной водой. Азербайджан стремится привлечь все источники к климатическому финансированию. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана президент КОП-29 Мухтар Бабаев во время выступления на панельном заседании, проходящем в Баку в рамках Прекоп-29. По словам министра, доступность финансирования должна быть значительно повышена. На данный момент лишь 2% финансовых средств для адаптации к изменению климата поступает из частного сектора, отметил президент КОП-29. Также он подчеркнул, что многосторонние банки, развитие и международные финансовые институты должны играть серьезную роль в привлечении инвестиций частного сектора. И эта работа в этом направлении продолжается. Отметим, что в Баку проходит второй день Прекоп-29. Мероприятие посвящено теме повышения амбиции и стимулирования климатических действий. «Это ключевая встреча для разговора об адаптации. Во время своего председательства в группе 7 правительство Италии представило план по адаптации и сопротивляемости к изменению климата. Мы знаем, как важна адаптация в борьбе с изменением климата. И важно предпринимать действия по адаптации. Таким способом мы сможем уменьшить риск. Италия ощутила на себе риски изменения климата. Поэтому сейчас правительство страны предпринимает действия по снижению рисков». «Мы провели переговоры и установили наши цели, над которыми нам предстоит работать. Нам предстоит обсудить новую коллективную количественную цель по климатическому финансированию, верив, что стороны смогут прийти к общему мнению и согласовать последующие шаги в этом направлении для будущего климатических фондов. Необходимо принять решение о новом плане климатического финансирования на будущее. Но что действительно важно – это формировать новую структуру этих фондов. Только так мы сможем по-настоящему улучшить меры по борьбе с изменением климата». Ну а подготовку к КОП-29 и другие актуальные темы дня обсудим с Ильшаном Курбановым, профессором кафедры управления проектами Азербайджанского университета архитектуры и строительства. Он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Итак, в Баку проходит второй день предварительной конференции при КОП-29. Многие гости столицы, в числе которых и представители ООН, отмечают, что на КОП-29 возлагаются большие надежды как на стимул к конкретным шагам в области зеленого финансирования для развивающихся государств. От чего будет зависеть успех инициатив Баку, на ваш взгляд? Вы знаете, Баку находится ключевой точке, временной точки, я бы сказал, точки перелома подхода к зеленому финансированию. То есть в Баку будут обсуждаться очень принципиальные вопросы, которые обсуждаются также при КОПе. Вопросы, каким образом распределять и кто будет вливать финансирование зеленой энергетики. Этот вопрос, я бы сказал, вечный. Он начинался обсуждаться еще с Лондонского КОПа. Далее вы помните, что основные результаты по финансированию и по финансовой составляющей развития зеленой энергетики были в Киото, в Париже, в Рио. И я надеюсь, что Баку встанет в ряд этих столиц, где были приняты существенные и очень важные решения по поводу финансирования и рынков выбросов. Во все времена обсуждаются две основные точки. Первая – это вопрос выбросов, распределение выбросов. И вторая точка – это вопрос финансирования и вопрос распределения. Тут как бы самый большой конфликт постоянно возникает между владельцами технологий, страны которых стараются их поддержать. И странами, которые меньше выбрасывают воздух, что является основой изменения климата, как считают некоторые ученые. Но при этом основной вопрос – как справедливо разделять финансирование и зеленые энергетики. Почему как справедливо? Потому что в основном деньги и финансирование, которые выделяются для развивающихся стран, автоматически уходят на закупку технологий в те же самые разные. Получался такой круговорот финансирования, когда развивающиеся страны в сущности просто представляли свои природные ресурсы для производства зеленой энергетики. Все эти вопросы обсуждаются достаточно долго и к определенным справедливым результатам в последние годы страны начинают приходить и справедливое распределение финансирования на зеленую энергетику и финансирование зеленых технологий, которые обладают обычные компании из разных стран, я думаю, будет основным и ключевым вопросом во время ГОП-20. К чему это приведет? Я считаю, что если это может привести к финальному меморандуму, в котором эти справедливые принципы распределения зеленого финансирования будут договорены и утверждены в финальном меморандуме, тогда да, Баку встанет ряд основных столиц, где обсуждались вопросы изменения климата. Если нет, этот вопрос будет длиться достаточно долго еще. Однако есть очень важный нюанс, что позиция Баку на сегодняшний день состоит в том, что достаточно уже разговоров и необходимо прийти к определенным выводам и решениям, чтобы этот механизм, в том числе с привлечением частного капитала, начал работать не просто на выгоду компаний, которые владеют технологиями, но и на выгоду стран, где эти технологии будут применяться. Хотелось бы обсудить еще одну важную тему. Президент Ильхам Алиев накануне утвердил национальную стратегию эффективного использования водных ресурсов. Ожидается, что водные ресурсы страны продолжат сокращаться в ближайшие годы. Правда, это зависит от климата. На какие сферы экономики, помимо сельского хозяйства, может повлиять вот такая нехватка воды и какие финансовые средства необходимы для осуществления стратегии по эффективному использованию ресурсов? Я должен отметить, что да, тенденция снижения водных ресурсов, она как бы поднялась достаточно на глобальный уровень. И Азербайджан не является исключением. Однако, если сразу сравнивать ресурсы водные Азербайджана и других стран, то если брать на душу население, даже в общем объеме, на территорию страны, мы не являемся в самом плохом состоянии. Весь вопрос в том, что многие страны уже переходят к новым технологиям использования вод. А в нашем же случае, да, если будет снижение водных ресурсов, это может отразиться на сельском хозяйстве, это может отразиться на той же энергетике. Если, как вы знаете, в новой стратегии только в Карабахском регионе до 30 новых гидроэлектростанций каскадных намечаются. Но нужно говорить не только о больших и крупных станциях, электрических станциях, но и о развитии частного сектора, частных станций, особенно гидроэлектростанций, что достаточно популярно в Европе. Если Азербайджан в этом направлении будет стимулировать применение новых технологий, если будет стимулировать привлечение частного инвестирования, частного сектора, тогда, я думаю, что стратегия, которая сегодня подписана нашим президентом, она будет достаточно успешной и, как мне кажется, она будет даже перевыполнена во многих параметрах. Но тут возникает вопрос, опять-таки, финансирования новых технологий. Новые технологии есть, интерес к ним есть, понимание новых технологий как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях есть, но основная задержка тут, опять-таки, в финансировании инвестиций в новые технологии в сельском хозяйстве. Наши фермеры прекрасно понимают, они умеют считать и знают, что применение новой технологии и орошения приведет к увеличению результатов, будет произвращено больше продукции, и это принесет то, что будет эффективнее. Но самый главный вопрос в том, что необходимы первые инвестиции. В краткосрочной перспективе, конечно, применение новых технологий – это достаточно затратное. Но все прекрасно понимают, что в долгосрочной перспективе, в результате экономии электроэнергии, водных ресурсов, людских ресурсов, в результате повышения производительности, в конечном итоге новые технологии окупаются и приносят достаточно высокую прибыль. И опять мы упираемся в финансирование. Я думаю, если институты развития, как на государственном, так и на международном уровне, поддерживают частный сектор с точки зрения финансирования новых водных технологий, о расширении, в этом случае все параметры и все цели, которые ставят перед нами стратегии, подписанные нашим президентом сегодня, будут выполнены с лихвой. Ну что ж, большое вам спасибо, что вы подключались к нам. Отмечу на прямой связи с нашей студией был Решан Курбанов, профессор кафедры управления проектами Азербайджанского университета архитектуры и строительства. А мы продолжаем. Объем мировой торговли товарами в текущем году вырастет на 2,7%. Такая оценка содержится в обновленном докладе Всемирной торговой организации «Перспективы и статистика мировой торговли». Этот прогноз немного превышает предыдущие ожидания аналитиков ВТО, озвученные в апреле. Согласно отчету, в первой половине 2024 года в мировой торговле наметилась тенденция к росту, который в годовом исчислении составил 2,3%. Ожидается, что за этим последует дальнейшее умеренное расширение торговли в течение оставшейся части года и в 2025 году. В ВТО отметили, что к середине текущего года инфляция замедлилась достаточно, чтобы позволить центральным банкам снизить процентные ставки. Это должно увеличить реальные доходы домохозяйств и стимулировать потребительские расходы. В то же время более низкие ставки могут подстегнуть рост инвестиций бизнеса. Генеральный директор ВТО Никози Ахконджо Ивелла заявила, что в этом году ожидается постепенное восстановление мировой торговли, но следует сохранять бдительность в отношении возможных неудач, в частности, потенциальные эскалации региональных конфликтов, подобных Ближневосточному. По ее словам, последствия могут быть наиболее серьезными для затронутых конфликтами стран. Но это также может косвенно повлиять на глобальные цены на энергоносители и маршруты морских перевозок. ВТО призывает к постоянным усилиям по развитию инклюзивной мировой торговли. Парламент Азербайджана о воздушном сообщении с Пакистаном. Это создает новые возможности для углубления экономического сотрудничества между двумя странами. Подписание соглашения о преференциальной торговле служит важным стимулом для увеличения товарооборота и дальнейшего расширения эффективных экономических связей. Документ позволит снизить тарифы на определенные товары, что поспособствует росту азербайджанского экспорта. В настоящее время Пакистан поставляет в Азербайджан товары на 32 миллиона долларов, а Азербайджан отправляет экспорт почти на 9 миллионов долларов. Разница очевидна, так что налицо значительный потенциал для увеличения торгового баланса в обе стороны. Есть несколько аспектов, которые я считаю значимыми, важными. Первый – это Пакистан один из крупных и растущих рынков для Азербайджана. Более того, этот рынок еще для нас особенен тем, что все годы независимости Азербайджана Пакистан сохранял устойчивые и постоянно развивающиеся отношения с Азербайджаном. Ну, это двухсторонний процесс, естественно, то же самое было всегда и с нашей стороны. И в современном, так скажем, нестабильном мире, если есть механизм строительства таких надежных партнерских отношений, то он должен по определению отражаться и в экономических реалиях. Торгово-экономическое сотрудничество двух стран уже охватывает такие сферы, как промышленность, энергетика, логистика и транспортные коридоры. В прошлом году товарооборот между Баку и Исламабадом достиг 27 миллионов долларов. Ожидается, что первоначальные инвестиции во взаимовыгодные проекты составят около 2 миллиардов долларов. Пакистанская сторона проявляет особый интерес к привлечению азербайджанских инвестиций. В то же время более 3600 пакистанских компаний зарегистрированы в Азербайджане. Более того, предприятия из дружественной страны уже заявили об интересе к участию в восстановительных работах и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана. Для Азербайджана доступ к рынку такого размера, он очень интересен. Важными факторами при этом я считаю фактор строительства эффективной логистики. Когда ты имеешь возможность договориться с соседом, а Пакистан в региональном смысле для нас сосед, это добавляет стабильности твоей экономики. И вот именно с этой точки зрения я считаю, наши взаимоотношения политические с Пакистаном, которые сегодня переходят в режим преференциальной торговли, очень важны. Важным направлением считается и участие в проектах среднего коридора, маршрутов север-юг и восток-запад. В 2023 году транзитные грузоперевозки между Азербайджаном и Пакистаном выросли на 53%, составив 33 тысячи тонн. В рамках нового соглашения также будет развиваться авиасообщение. Совместные усилия компании Азал и PIA позволят значительно нарастить региональные контакты. А открытие офиса в авиакомпании в обеих странах усилит их присутствие на рынке Южной Азии и Ближнего Востока. Логистика сегодня между Пакистаном и Азербайджаном во многом построена на грузовиках, на перевозках, на автомобилях. В то же время есть потенциальный, но не такой развитой морской путь через Черное море. Но он достаточно проблемный, тем более в текущей конъюнктуре. Есть, так скажем, воздушный путь, который существует, но у него есть естественное ограничение, потому что самолету многие вещи не провезешь. И вот строительство надежных логистических путей, при этом стараясь, чтобы этих путей было несколько, и они не зависели от региональной политической конъюнктуры, я считаю в отношении к Пакистанам очень важным. И нужно это делать совместными усилиями. Таким образом, благодаря снижению торговых барьеров, активному инвестиционному сотрудничеству и развитию инфраструктуры, Баку и Исламабад имеют все шансы значительно увеличить объемы товарооборота. А параллельно и укрепить свои позиции на глобальном рынке. Партнерство сулит взаимную выгоду и способствует построению более стабильного и процветающего будущего для обоих народов. Нармина Хамбабаева, CBC. Углеводородные ресурсы важны для процветания и прогресса всех людей, говорится на официальной странице УПЭК на платформе ИКС. В этом убеждены участники пятой встречи высокого уровня энергетического диалога между Организацией стран-экспортеров нефти и форумом стран-экспортеров газа. Моеприятие состоялось в режиме видеоконференции. Генеральный секретарь УПЭК в своем выступлении отметил, что совокупная доля нефти и газа в глобальном энергобалансе останется выше 53% в 2050 году. Это подчеркивает необходимость адекватных и своевременных инвестиций для обеспечения соответствия предложения спросу. Жизнь без нефти и газа невообразима. Только по нефти общие потребности в инвестициях до 2050 года оцениваются в 17 трлн 400 млрд долларов или около 640 млрд долларов в среднем за год. Эти энергетические реалии напоминают нам, почему работа наших двух организаций так важна и почему сотрудничество между нами так значимо. А сейчас мы переходим к данным по мировым рынкам и начнем с изменений на рынке нефти. Цены на эталонные марки снижаются, отыгрывая существенный подъем по итогам предыдущей сессии. Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, ожидая новостей о дальнейшем развитии ситуации. На подъем цен на нефть ограничивается с сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожидание наращивания добычи странами ОПЕК+. Отмечает MarketWatch. Таким образом, стоимость фьючерсов на марку Brent составила 79,18 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI опустились до 75,69 долларов. Что же касается азербайджанской нефти, то ее стоимость накануне значительно выросла, преодолев отметку 80 долларов. Рассмотрим цены на драгоценные металлы. Котировки золота продолжают уверенно расти. Драгоценный металл становится более надежным на фоне неспокойной ситуации в мире. Стоимость золота таким образом составляет 2661,80 доллара. Серебро также поднялось в цене и продавалось по 31,5 доллар за тройскую унцию. Стоимость платина на сегодня превышает 977 долларов. И в завершении об американских фондовых рынках, которые завершили торги в минусе, в ходе биржевых торгов инвесторы оценивали статданные и новости компаний. На фоне рекордного недельного падения капитализации азиатских рынков Dow Jones опустился на 0,14%. Значение S&P 500 потеряло 0,21%. Nasdaq изменился незначительно, снизившись всего на 0,05%. Tesla переходит от массового производства доступных автомобилей к созданию роботакси и робофургонов. Несколько часов назад в Лос-Анджелесе Илон Маск презентовал концепт двухдверного роботакси, стоимость которого составит менее 30 тысяч долларов. Предприниматель также поделился планами создания робован – автономного фургона, способного переводить до 20 пассажиров, и показал гуманоидного робота Optimus. Эпатажный американский бизнесмен, владелец компании Tesla Илон Маск представил давно обещанное роботизированное такси CyberCap. У автомобиля нет ни руля, ни педали управления, зато есть две двери типа крыло чайки, открывающийся вверх. На презентации Маск также сообщил о планах по созданию робофургона, объясняя это тем, что Tesla меняет акцент с производства доступных массовых автомобилей на робототехнику. Что касается создания модели CyberCap, то её выпуск начнётся в 2026 году, и стоить она должна менее 30 тысяч долларов. Маск отметил, что эксплуатационные расходы со временем снизятся до 20 центов за милю, а зарядка будет индуктивной, без необходимости в розетках, то есть беспроводной. Я полагаю, что стоимость автономного транспорта станет настолько низкой, что его можно будет рассматривать как персональный общественный транспорт. Для города средние затраты при проезде в автобусе, не считая субсидированной цены, билеты составляют примерно один доллар за милю. В то время как эксплуатационные расходы на CyberCap, по нашим оценкам, со временем снизятся примерно до 20 центов на милю, общая стоимость, включая налоги и другие расходы, вероятно, составят около 30-40 центов на милю. И да, вы сможете его приобрести. Мы рассчитываем, что цена будет меньше 30 тысяч долларов. По словам Маска, автомобили Тесла используют искусственные интеллекты камеры, обходясь без дополнительного оборудования, которое применяют другие компании для своих роботакси. Однако инвесторы и аналитики отметили, что такой подход может быть сложным как с технической, так и с нормативной точки зрения. Бизнесмен также представил более крупное беспилотное транспортное средство под названием RoboVan, которое способно перевозить до 20 пассажиров, и показал гуманоидного робота Тесла Optimus. Мы перейдём от контролируемого автономного вождения к полному автономному режиму, при котором вы сможете заснуть в машине и проснуться уже в пункте назначения. Сейчас автомобиль используется в среднем около 10 часов в неделю из возможных 168 часов, а большую часть времени они просто простаивают. Но с полной автономией их можно будет использовать в 5, а возможно и в 10 раз больше. Это не только повысит эффективность, но и спасёт множество жизней, предотвращая аварии и травмы. Я думаю, что автономные автомобили будут в 10 раз безопаснее водителей, людей. План Маска заключается в том, чтобы запустить парк беспилотных такси Тесла, которые можно будет вызывать через приложение. Владители электромобилей также смогут зарабатывать деньги, предлагая свои транспортные средства в качестве роботакси через это приложение. На презентации присутствовали инвесторы, фондовые аналитики и поклонники Тесла. Однако инвесторы, которые ожидали получить конкретную информацию о том, как быстро Тесла сможет запустить производство роботакси, получить одобрение регулирующих органов и разработать успешный бизнес-план для опережения конкурентов, остались разочарованы. Илон Маск, в свою очередь, отметил, что он склонен к оптимистичным прогнозам по срокам. Сабина Мурадова, CBC Это были самые актуальные новости экономики. До встречи в следующих эфирах. Редактор субтитров А.Семкин